приветствую всех друзья сегодня поговорим про уникальный универсальный высокоточный презерный и сверлильный станок швейцарской компании оеликон бёрли который можно было использовать как в стационарном так и в переносном варианте станок уб2 который можно было заказать в сборе или виде отдельных компонентов в зависимости от конкретных требований заказчика состоял из четырех элементов чугунной опорной плиты с т-образными пазами вертикальной стойки большого диаметра с четырех болтовым монтажным фланцем литой траверсы которая перемещалась вверх и вниз по вертикальной стойке и проходящий через траверсы горизонтальной трубы с фрезерно-сверлильной головкой на конце как показывает внимательное изучение его характеристик и конструкций конструкторы проявили значительную изобретательность чтобы сделать уб2 компактным прочным универсальным и адаптируемым насколько это возможно но при этом мало чем пожертвовать в плане жесткости вертикальная стойка крепится к опорной плите четырьмя болтами и может быть установлена в любое удобное положение позволяя головки даже нависать над краем и обрабатывать крупные или неудобные детали расположенные сбоку или сверху все перемещения линейки вверх и вниз с ходом 590 миллиметров и внутрь и наружу на 390 миллиметров осуществлялись быстро и легко с помощью съемной рукоятки работающий через червячную и реечную передачи головку можно было поворачивать на 360 градусов во всех направлениях это достигалось путем поворота траверсы вокруг вертикальной стойки она опиралась на шарикоподшипники для удобства перемещения вручную и ручного поворота горизонтальной стойки вокруг собственной оси по градусной шкале нанесенной на траверсу поскольку стойка возвышения была закреплена на траверсы она должна была вращаться вместе с ней и была закреплена сверху и снизу в кольцах каждое кольцо имела скошенную внутреннюю поверхность на которой регистрировался конический конец стойки идентичная схема использовалась в течение многих лет на недорогих тайванских фрезерно-сверлильных станках такое расположение означало что при поднятии или опускании головки не было возможности сохранить боковое выравнивание головка свободно вращалась на стойке для решения этой проблемы производители предложили изящные решения пару шарнирных быстросъемных зажимов которые можно было закрепить вокруг колонны и над стойкой таким образом фиксируя ее на месте и заставляя действовать в качестве вертикальной направляющей поскольку головка чаще всего использовалась вертикально и горизонтально влево или вправо производители снабдили ее рычагом с прочным индексирующим плунжером для быстрой и точной установки этих положений рычаги блокировки были регулируемого типа а рукоятки подпружинены и могли быть переведены в наиболее удобные рабочие положения шедевр компактной техники система привода состояла из двухскоростного трехфазного двигателя мощностью 1.2 1.5 лошадиных сил встроенного в задний конец горизонтальной трубы и соединенного длинным валом с погруженной в масло 4 скоростной коробкой передач расположенной сразу за вертикальной головкой таким образом задняя часть машины оставалась свободной а ее габариты значительно уменьшились не было выступающего двигателя монтажной плиты приводных ремней или защитных кожухов которые мешали бы работе и таким образом фреза могла быть легко позиционирована при попытке обрабатывать труднодоступные места хороший диапазон из восьми реверсивных скоростей обеспечивался в геометрической прогрессии 25 50 80 160 400 800 1280 и 2560 оборотов в минуту работающий в жестком узле регулируемого двухрядного высокоточного роликового подшипника в нижней части и шарикоподшипника в верхней части для обеспечения возможности расширения хромомалибденовый шпиндель имел закаленную пламенем конусную головку номер 3 морзе с внешней резьбой для установки цангового патрона держателя расточного прутка или другого резьбового соединения режущие инструменты с коническим хвостовиками могли втягиваться шпиндель и вытаскиваться из него с помощью зажимного и разжимного стержня а для сокращения времени смены инструмента был установлен быстродействующий выталкиватель который автоматически освобождал инструмент при втягивании шпинделя пиноль могла перемещаться на 150 миллиметров с помощью рычага быстрого действия с речной передачей или через медленно с помощью червячного колесного механизма к сожалению вместо того чтобы находиться сбоку маховик для тонкой подачи был расположен неудобно на передней поверхности головки и что усугубляло ошибку был довольно маленьким и не имел ручки его приходилось поворачивать с помощью вырезов для пальцев в обуде в качестве компенсации были доступны три скорости подачи вниз 0 0 6 0 12 и 0 25 миллиметров подачи наоборот шпинделя которые включались коротким рычагом и мгновенно останавливались втягиванием ручки на лицевой стороне головки также в качестве дополнительной опции предлагался механизм обеспечивающий автоматическое отключение привода с точностью до одной десятой миллиметра имелись две подставки одна из сварных стальных конструкций с отдельной чугунной опорной плитой с т-образными пазами и другая цельная коробчатого типа из чугуна последний блок имел две обрабатываемые поверхности размером 880 миллиметров на 700 миллиметров одна сверху с 5 т-образными пазами а другая вертикально с левой стороны с четырьмя с переносной чугунной станиной станок весил 600 килограммов что увеличивалось при установке на поставку из литого ящика до 825 килограммов также для обеих стоек но за дополнительную плату предлагался блок хранения три выдвижных ящика на роликах способные выдерживать значительный вес инструмента и принадлежностей для фрезерных и координатно сверлильных работ предлагался очень прочный и тяжелый суппорт с винтовой подачей он имел стол 520 миллиметров на 280 миллиметров с тремя т-образными пазами 320 миллиметров продольного перемещения и 300 миллиметров траверса в дополнение к ожидаемым патронам расточным головкам держателям фрез и переходным втулкам морзе предлагался ряд полезных аксессуаров и опций включая удлиненную вертикальную стойку обеспечивающую 1030 миллиметров свободного пространства под носом шпинделя блок для установки под фланцем вертикальной стойки толщиной 170 миллиметров пружинные возвратные приспособления для автоматического втягивания шпинделя ранее упомянутый автоматический разблокиратор для подачи питания вниз вот такой интересный станочек производили в цюрихе было бы интересно услышать ваше мнение спасибо всем за внимание всем пока а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok